Итак, друзья, тема, которую мы сегодня будем продолжать исследовать, это закон Божий. И я с вами, как уже в прошлую субботу, говорил, что закон Божий – это та тема, которую мы будем разбирать каждую субботу по одной заповеди. И сегодня мы с вами рассмотрим первую заповедь. Я понимаю, что охватить очень сложно то величие, которое сокрыто в этом слове, но при этом мы попробуем шаг за шагом, размышляя над Словом Божьим, понимать, что ожидает Господь от каждого из нас и зачем Он давал нам закон. Закон Божий. Итак, первое, с чего я хочу начать, прочитать то, что писал Давид, царь Давид, пророк Божий. Он сказал, как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. И я сразу же хочу вам задать вопрос. Любите ли вы закон Божий? Приятен ли вам закон Божий или он вызывает у вас дискомфорт? Что вы говорите? Приятен. Приятен, ага, спасибо. Ну, вы знаете правильные ответы, но я хочу, чтобы вы еще поразмышляли, да? Всегда ли так было в вашей жизни? Тогда по-другому, да, правильный вопрос будет, уточнение такое небольшое. Или в какое-то время законен вам закон Божий был неприятен? Ну, вот, например, когда-то вы сталкивались в жизни, когда вы что-то брали чужое. Ну, вот, у меня такое было, что я украл из колхоза у себя у бабушки, я там помидоры воровал вместе, ну, с родственниками некотыми. Не буду называть фамилии, имена. Но при этом было такое. И я понимал, что я украл, и вроде все воруют, а потом я читаю, не кради. Я думаю, ну, как не кради, а как можно выжить, если не будешь воровать, да? Ну, все же воруют. И зачем этот такой закон, кому он нужен? Все равно его все нарушают. Потом есть другой момент, когда люди, да, мужчины, я знаю, очень популярно, ну, безнравственное поведение, когда добрачные половые отношения мужчины с женщинами там, ну, сожительствуют, да? И блудят, если так можно сказать. И люди, когда читают, что не прелюбодействуют, их это возмущает. Да зачем Бог лезет в мою личную жизнь? Как хочу, так и поступаю, да? Или вопрос субботы. Помни день субботний, чтобы светить Его, шесть дней работы делай всякие дела. День седьмой Господу Богу Твоему. Человек возмущается. Ну, почему я, если на работе, я могу потерять хорошую качество на работе? Почему я должен соблюдать эту субботу? Ну, я просто Бога буду в сердце чтить, зачем мне это делать? И как будто бы каждый раз, считая закон, у человека встает вопрос, ну, зачем оно мне надо? Оно создает мне какие-то дополнительные проблемы. Но обратите внимание, как интересно говорит Давид. Как люблю я закон Твой. Весь день размышляя о нем. Еще и ночью он размышляет. Там и другие стихи, да, их не стал сюда вставлять. Но он размышлял постоянно о законе Божьем. Он любит его. И этот закон защищает его или не защищает его? Ему преимущество от того, что он этот закон слушает, или наоборот, это для него проклятие, то, что закон Божий дан. Знаете, когда мы уже говорили об этом в прошлых сериях, но я хочу подвести кратко такую мысль важную, что если бы мы не имели никакого закона в государстве, то были бы мы счастливы или нет? Если бы более сильные люди или те, у кого было бы оружие, они отбирали все, что у нас было, они бы отбирали у нас и жены, и детей, как хотите. Можно было бы рабство вернуть, потому что рабовладельческие строя. Вы знаете, да, что в Чечне и по сегодняшний день, в Чечне людей эксплуатируют как рабов. И становится известно, это слухи такие там, доходят оттуда, оттуда, общие знакомые рассказали про одного, про другого. Но это покрывается. И люди, попадая туда, я, к сожалению, ну, эта история вот буквально в прошлом году слышал от женщин, которые там совершали работу миссионерскую, и они там помогали одному парню, которому переломали ноги, потому что он убегал, пытался убежать от своих, так называемых, поработителей. Ну, так они на самом деле поработители, да, которые... И он попытался сбежать, ему переломали ноги, его положили в больницу, чтобы восстановить его здоровье, вернуть его туда, на рабское место свое. А наши сестры посещали больницы, и когда они посещали, они узнали этого человека, что у него такая проблема, они начали там родственников подключать, но там вопрос стоит, что это не просто было известно только, скажем так, знаете, никто не знал об этом. Это все знают и покрывают это. К сожалению, это происходит сегодня. И вот вопрос стоит, что вы были бы счастливы, если бы вас пришли, кто-то более сильные люди, отобрали у вас жену детей, да, или там мужа, в кандалы, там, под дулом пистолета, там, еще чего-то, да. И в результате не было, было бы какое-то беззаконие. К сожалению, где-то, видите, такое существует еще на планете Земля, но Господь против этого. Так было до времена потопа. Да, где-то вели себя люди так, и Господь положил этому конец. И мы понимаем, что сегодня без закона жить невозможно. Закон, он нам необходим. И закон, он защищает нас. Бог дал закон не для того, чтобы ограничить нас, но защитить нас. И Господь дал нам закон еще одной характеристикой, чтобы мы отображали его характер, потому что в законе раскрывается его характер. Ну и давайте, друзья, дальше будем с вами исследовать. Итак, заповедь первая. Вот мы с вами подошли. Был закон, дан Моисею. Это было напоминание закона, потому что закон уже существовал до этого, и мы с вами убедимся в следующих сериях, тоже будем разбирать это. Ну вот как звучит первая заповедь. Со второго стиха. Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов при лицом моим. Понятно заповедь вообще или нет? Сложная она для понимания или для исполнения? Ты первый раз читаешь, непонятно. Ну вот первый раз мы читаем, и нам непонятно, как это так для других богов, например. Какие бога могут быть? И мы с вами разберем эту тему подробно. Еще будем разбирать, как она относилась на то время, как она относится сегодня для нас, что может ли такое быть, что мы сегодня можем нарушать эту заповедь? Или же мы точно ее не будем нарушать, потому что у нас других богов нет? У них какие-то бога там, может быть, башки были, идолы были, да? Ну вы помните Древнюю Русь. Бог Перун там, Бог там дерева какого-то, там воды, Ярила там и так далее, и так далее. Разные боги, и человек в этом, как я не знаю, как правильно назвать-то, сон богов или как его назвать, да? Такое место, Олимп, да? Олимп, где собраны эти боги были, вот в древнегреческой философии, что там разные они были, то Бог говорит, нету других богов, должен быть только один бог. И бог может быть только один, тот, который сотворил вселенную. Вот это может быть богом. Это тот, кто достойный истинного поклонения. А что такое поклонение? Поклонение выражается в верности и в послушании. И если у человека нету послушания или верности богу, то пусть даже он называет, что он христианин, или он верующий, то можно ли сказать, что он верующий, если он не почитает бога или не слушает то, что Бог ему говорит, тогда он не верующий. Тогда эта личность становится человеком богоненавистником, потому что он не делает так, как поручил Господь. Ну и вот здесь давайте мы с вами разберем эту тему чуть подробнее. Я хочу напомнить, мы в прошлой серии с вами коснулись этого вопроса, что ковчег Завета, который находился в земной скине, лежали, в ковчеге Завета лежало две каменные скрижали с заповедями Божьими. Ковчег служил только местом, где хранилась скрижали закона. Его ценность и святость, ковчега обуславливалась содержащимися в нем божественными заповедями. То есть мы с вами должны понять, что центром служения и центром служения в святилище в скине оказывается был договор Бога и человека. Договор, который находился во святом святых, который был сохраняем, оберегаем, и его переносили, этот ковчег, это было целое, ну как скажем, такое торжественное событие, когда переночался ковчег. Я прошу прощения. Так вот надо представить себе, что этот ковчег красиво украшен, мы с вами говорили, а тут каменные скрижали, но на которых перстом своим написал Господь. Итак, центром, как скажем, иудаизма, да, было тот договор, который Бог заключил с человеком. И сказал Господь Моисею, вытеши себе две скрижали каменные, это мы с вами читаем исход 34 главу, вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и взойди ко мне на гору, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. В следующей серии, друзья, мы поговорим с вами, почему Моисей разбил первые скрижали, как так произошло, но сейчас я хотел бы акцент сделать вот на чем. Я напишу на сих скрижалях слова. А у меня к вам есть вопрос. Хотите ли вы увидеть почерк Бога? Вы никогда не задумывались над этим? Вы знаете, что почерк человека говорит многое о человеке. Есть почерк умеренный, есть почерк такой размашистый, есть почерк, ну я сейчас психологию, я обучение прохожу на психолога, и там интересно, что есть такое направление психологии, по почерку определить, какой темперамент и характер человека. Это очень интересно. Я вот посмотрел мой почерк, чему он соответствует, но я так успокоился, мне понравилось, потому что есть почерк, который говорит о том, что человек, например, он очень медлительный, очень такой, знаете, какой-то, может быть, скрупулезный, может быть, какой-то раздражительный, может быть, пугливый, может быть, замкнутый. Ну у меня мой почерк, он такой, какой-то, там было написано, что такой харизматичный вроде бы и движущийся, короче, такой человек, который быстро старается все делать. Ну оно так и получается, то есть он разборчивый, но при этом такой у меня, так себе, скажем так, можно было бы красивее, но бывает вот у людей, у которых красивые, то у них такой темперамент, знаете, они очень меланхоличные, они так вот каждую буковку будут вырисовывать, очень красиво, но при этом они по жизни не смогут быстро добиваться каких-то целей, они могут вот целеустремленно, но это не то, что какой-то недостаток у каждого своей особенности, характера. А какой же интересно почерк у Бога? Вам интересно это или нет? Представляете, увидеть, как Бог писал, это, вы бы хотели повторить почерк Божий, чтобы все было похоже, как у Бога? Ну, он стремится к совершенству, но он же был почерк этот. Ну да, но мы же его не видели. Мы его не видели, а хотели бы вы его видеть? Ну да. Знаете, очень интересно, я хочу прочитать историю, которая записана в пророках и царях. Вы помните в 605 году, что произошло до Рождества Христова? Все сразу вспомнили, да? Произошло пленение израильского народа и уведение их в Вавилон. И вот перед этим событием, смотрите, что произошло. Среди праведников, оставшихся в Иерусалиме, ясно создающих план Божий, нашлись такие, кто твердо решил, что священный ковчег, содержащий в себе закон Десятисловия, начертанный на каменных скрижалях, должен быть спасен. От безжалостного врага. Так они и поступили. С глубочайшей скорби и печалью они спрятали ковчег в пещере, где он оставался сокрытым от Израиля и Иудеи в наказание за их грех и больше никогда не был им возвращен. Этот священный ковчег еще не найден. С момента его сокрытия никто не нарушил его покоя. Это Елена Уайт писала. Она писала, мы понимаем, в 19 веке, да? И вот вопрос стоит, что на тот момент, когда она это писала, Бог ей открыл, что еще не найден был этот ковчег. А будет он найден или нет, этот ковчег? Есть предположение, что будет, друзья. И очень интересно, что, как вот мне кажется, что если он будет найден, этот ковчег завета, и будет найден закон Божий, то это для людей будет еще дополнительным свидетельством в пользу важности исполнения всех десяти заповедей. Потому что мы понимаем, есть... Ну давайте еще одну цитату прочитаем. Елена Уайт. Это рукопись 122, 1901 года. Драгоценная запись закона была помещена в ковчег завета и все еще находится там в безопасном укрытии от человечества. О, интересно, где это, да? Но в Богом установленное время он представит эти каменные скрижали, чтобы стать свидетельством для всего мира против пренебрежения его заповедями и против идольского почитания поддельной субботы. Вы знаете, я когда этот вопрос начал изучать, первое я наткнулся на проповедь, ну не на проповедь даже, а в интернете есть статья Василия Дмитриевича Юнака. Ему задали этот вопрос, и он подобрал прямо цитаты в хронологическом порядке, когда Елена Уайт, она описывала именно речь, упоминания, будут ли найдены эти скрижали. Потому что она конкретно не говорит, что они не будут найдены, и она не говорит, что они будут найдены. Но есть цитаты, в которых она говорит, что они пока спрятаны, они будут открыты, они даны будут народу, но есть еще и цитаты, которые говорят, что они будут на небе возвещены, то есть во все небо будут видны эти, это уже когда будет перед судом Божиим. Ну, уже непосредственно, прямо когда будет совершаться сам суд Божий. Но есть моменты, которые дают, может быть, какое-то такое, ну, может, скажем так, мысли для размышления, что, возможно, они будут найдены. Я не хочу ставить себя в противовес, да, может быть, всем цитатам Духа Пророчества, но я вот здесь представил те цитаты, которые, ну, как бы, подразумевают, что, возможно, они будут найдены, возможно, они будут открыты, что пока еще спрятаны, но придет время. Если бы они были накрыты, есть плюсы свои. Вот представьте, если найдется ковчег Завета, да, это здорово или плохо это? Ну, есть плюсы определенные. Плюсы в чем будут? Что если будет найден ковчег Завета и найдены эти скрижали, то можно будет твердо сказать, друзья, обратите внимание, что закон Божий не изменен, он сохранился. И четвертая заповедь, она не поменялась, потому что так говорит Господь, она сохранится. Есть другая сторона, да, что некоторые люди ожидают строительства третьего храма. Слышали вы такое? Иудеи верят, что будет восстановлен третий храм. И они сейчас уже подготовки ведут, собираются деньги, есть спонсоры, которые финансируют. И сейчас уже вылеты из золота, или, я не знаю, как отчеканина из золота, семисвечник. И он уже приготовлен. И получается, представляете, если сделают, построят храм, там будет стоять семисвечник, будет стоять жертвенник курения, но даже сделают ковчег Завета. А скрижали-то чем особенность скрижали-то была? Что если до этого все делали люди, да, ну то есть ковчег Завета кто делал? Ну профессиональные там мастера, которым Бог дал талант. Они из дерева сначала вытесали, потом золотом покрыли, ручечки там это все украсили. Сам скрижаль, кто ее делал? Моисей, он ее вытесал, сделал, а написал закон кто? Только Бог. И получается, даже если они соберут все, оно не будет этого... Не то, что ковчег, ковчег можно подделать, а самих скрижали, то получается теряется как бы смысл самого всего этого торжественного, важного Богом предусмотренного служения. Потому что во всем, ну если бы даже попытались имитировать, да, то есть мы понимаем, что может быть здесь Господь для этого пока сохраняет, чтобы оно не найдено было и не исказилось представление Божие. Но закон Божий будет представлен. И для нас преимущество, друзья, когда думал об этом, как было бы здорово, чтобы был найден ковчег за это, как здорово было бы, чтобы был закон данным, чтобы все убедились в нем. Но, друзья, закон на сегодняшний день никто не опровергает, закон Божий. Как он записан в книге Исход 20 главе, весь мир с этим христиански соглашается. Другой вопрос, почему-то есть какие-то люди, которые все исполняют, а какие-то говорят, что только надо часть исполнить, а некоторые говорят, что закон Божий отменен. Но мы уже, как говорили с вами, что не может быть такое, что Творец Вселенной, у которого есть порядок во всем, что он не дал никакого закона. И что у Бога нет какого-то порядка в этом вопросе. Что каждый как хочет, так пусть и поступает. В чем проблема этой заповеди, что да не будьте других богов. Неужели она чем-то как бы оскорбляет или унижает человека? Или она наоборот его делает свободным, что мне нужно верить во все подряд. Знаете, как я помню, маленький был, и я оказался под таким небольшим влиянием, непонятным для меня, когда мои верующие старшие сестры, у меня, благо, их дело много, да, двоюродные сестры есть и родная сестра есть. И вот, представляете, как-то старшие мои сестры, они что-то сделали, говорят, тьфу-тьфу-тьфу, и постучали три раза по дереву. А я говорю, а что это такое? Они говорят, надо три раза плюнуть и постучать по дереву, чтобы там что-то не произошло. Я говорю, да, надо, ну, буду делать. И теперь там что-то я сделал, я тьфу-тьфу-тьфу, три раза постучал. А потом еще что-то говорят, надо там плюнуть через левое плечо, солянка рассыпалась, надо там собрать. И я начинаю это все делать, все делать. И потом в какой-то момент я задаю вопрос, а почему так? Они говорят, а это что? Как это называется? Это суеверие такое. Так, подождите, суеверие это нужно или не нужно? Суеверие это придумано то людьми, что якобы защищает человека. А Бог, он говорит, да вы будьте свободны. Не нужно вам никакое суеверие. Вот у вас есть Бог, Его служите и все, никаких проблем у вас не будет. Не нужно никаких придумывать. Я помню, знаете, ситуацию такую, как свистеть. Можно ли свистеть, да? Почему свистеть нельзя? Денег не будет. Или это неприлично? Тараканы заведутся. Столько всяких моментов. А кто это придумал? Почему свистеть нельзя, да? Есть ли какая-то проблема в том, что человек свистит? Представляете, вы свистите красивую мелодию. Плохо, что вы свистите. Кого-то это оскорбляет, унижает ли денег, действительно не будет. Или же мы понимаем, что это то, что подарил Бог нам, как пение. Мы можем петь, можем насвистывать какую-то прекрасную мелодию. Но я вынужден, друзья, я очень люблю свистеть. Когда у меня хорошее настроение, она свистит у мелодии. Но есть те люди, при которых я не могу свистеть. Моя любимая теща. Она ее это оскорбляет до глубины души. И она это говорит, так нельзя делать. Я говорю, почему? Она говорит, денег не будешь. Я говорю, мы не суеверные. Она говорит, это не воспитание. Ага, ну здесь я уже не поспорю. Она считает, что это не воспитание. Ну хорошо. И в присутствии ее, если вдруг я только... Опа, теща здесь. Не свистю. Потому что я уважаю ее, я ее люблю. Я не хочу ее обижать. Но я понимаю, что в этом плохого ничего нет. Но есть суеверие. Люди так верят. И если ты нарушаешь это суеверие, то ты кого-то оскорбляешь. А Господь нам говорит, да не будьте других каких-то ценностей в жизни, кроме закона Божьего. Да не будьте других учителей, кроме Бога. И это нас оберегает, чтобы мы не верили во всякие суеверия, а верили только Богу. Я помню, приехал мой друг из Камеруна, из Африки. И он ест арахис постоянно. А я слышал, что если есть арахис, кушать арахис, то у человека будут проблемы с потенцией. У него детей не будет. Я ему говорю, послушай, ты много арахиса ешь, у тебя будут проблемы. Он говорит, какие проблемы? Я говорю, ну, там с потенцией проблемы, у тебя детей не будет. Он, ха-ха-ха-ха. Вы, говорит, русские такие смешные. У вас столько всяких суеверий. Я говорю, ну как суеверие, это же научно заказано, наверное. Но я слышал такое, я не помню, кто мне это сказал. Он говорит, ну ты посмотри на Африку. Ты что, думаешь, там проблемы с детьми, что ли? Ты думаешь, сколько там детей? Нет, проблема не в этом. Это что-то другое. Может быть, оно вредно что-то, но не настолько. Проблемы там нет. И это тоже своего рода суеверие стало. И некоторые люди считают, что может быть... Ну вы знаете, когда мы изучаем законы природы, когда мы изучаем Слово Божие, мы понимаем, что суеверие сами по себе, они... Это поклонение кому-то. Это вера кому-то. Не Богу, но чему-то другому. И Бог призывает нас освободиться от всех суеверий, друзья. Но при этом уважать мнение людей, если они считают, что на самом деле это может быть какие-то правила, которые мешают им жить, я не знаю. Но, по крайней мере, Бог дает нам мудрость и самим отличать, что есть суеверие, а что есть истина. Итак, каменные скрижали, я верю, что почерк Божий... Знаете, я когда размышлял на эту тему, почерк Божий есть, друзья. И почерк Божий выражен в его законе. И почерк Божий, друзья, это его характер в моей жизни. Если мы со своей стороны будем размышлять над Словом Божьим, и заповеди Божьи хоть найдут их, хоть их не найдут эти скрижали, друзья, они выражены и они переписаны. Моисей переписал это все на бумагу, на пергамент, и оно переносилось, эти свитки передавались, передавались. И сегодня весь мир знает, что это было дано Богом. И все понимают, что из них сокрыта такая мудрость, настолько все гармонично созидается. И все самые важные моменты... Вы помните, что две скрижали. Ну, мы тоже коснемся позже, почему две скрижали. Но, кратко уже скажу, да, что на одной скрижали четыре заповеди, которые говорят о поклонении Богу и любви по отношению к Богу. А на другой скрижали шесть заповедей, которые говорят о любви к человеку, тем самым выражая любовь к Богу. То есть и та, и та скрижаль, она имеет важное значение именно в выражении любви. Выражение любви по отношению к Богу, выражение любви по отношению к ближнему. Но сатана ненавидит Бога, он ненавидит людей, поэтому он хочет перечеркнуть как первые четыре заповеди, так и остальные шесть. И он все делает для того, чтобы извратить это, но Господь, Он не изменен, и Его закон не изменен. Итак, закон Божий не для ограничения человека, а чтобы сделать его похожим на своего Бога. И я хочу, чтобы мы с вами просмотрели первая заповедь. Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Эта заповедь относится к иудеям, которых Бог вывел из египетской земли, или ко всем верующим в Творца. Сложный вопрос? Ну, смешно, как заповедь начинается? Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Ну, вы знаете, я как-то учился в школе, в пятом классе. И учитель истории сказал, на следующий, завтра у нас будет урок, и мы будем изучать закон Божий. О, а я был таким парнем, так себе верующим. Ну, представьте, пятый класс, я ни на сколько лет не был там. Но, знаете, как девушки в этом возрасте, они уже более как-то осознанные. А парни, они как-то более такие... Ну, по крайней мере, я по себе сужу, может быть, у других парней по-другому было. Я знаю, кстати, таких. Я знаю Ларина Руслана, который в мои годы, когда я, ну, как бы не думал о святых вещах возвышенных, то он в это время проповедовал своим одноклассникам, которые потом крещение приняли. Поэтому, наверное, парни все разные. И Руслан вот в этом пример хороший для подражания. Но я в то время был так себе парнем. Но когда он сказал, что закон Божий будет изучаться, я взял Библию. Мне папа подарил Библию, когда мне было 10 лет. Я взял свою Библию, пришел на урок и положил Библию на столе. Весь класс видел меня как хулигана, а тут хулиган с Библией. Это вообще какое-то сочетание странное, да. И вот я сижу с этой Библией, и учитель начинает что-то говорить. И он начал противоречить. И он говорит, что там что-то оно там не соответствует, там Бог это отменил, оно не нужно. Я говорю, нет, Бог не отменил. А он говорит, да что ты там, а что, он меня спросил. Ну, началась такая дискуссия, началась. А он такой человек очень, ну, эрудированный. И с таким чувством юмора. Такой очень, я любил этого преподавателя. Ну, просто сейчас мы его не знакомы, поэтому уже давно не виделись. Поэтому не скажу, что сейчас его люблю. Но я очень любил его уроки, мне очень нравилось слушать его. И вот он говорит, что Библия, там она уже там что-то не нужна, там закон он уже отменен. Я говорю, нет, закон не отменен. Он говорит, ну хорошо, ты знаешь заповеди Божьи? Я говорю, знаю. Он говорит, ну расскажи заповеди Божьи. Весь класс на меня смотрит, я помню, я побагровел до кончика ушей своих. Я прямо пылал, красный был, настолько я покраснел. Мне было неудобно где-то, но теперь мне нужно было говорить заповедь. И я начинаю говорить, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будьте других богов пред лицом моим. И в этот момент я сам для себя думаю, а как эта заповедь ко мне относится? Ну эта заповедь была дана им, потому что он их вывел. Меня же он не выводил из Египта, простите. Но я этого не сказал, но в тот момент я об этом задумался. И я потом ищу заповедь, ищу. Он сказал, ну я вижу, молодец, Филипенко, хорошо, садись. Есть еще такая заповедь, не спорь с учителем. Я говорю, такой заповеди нет, есть заповедь, почитай родителей. Он такой, ладно, ладно, все, понятно, бесполезно что-то доказывать. В общем, на этом дискуссию закончили. Но я хочу, друзья, вот этот важный момент. Можно сказать, ну если Бог говорит, выйди народ, я вывел вас из Египта, а нас Бог не выводил, то Бог выводит эту заповедь, она касается нас или нет? От чего ты вывел Бог? Избавил ли нас от этого Египта язычества всевозможного? Египта лжеучения всевозможных? Египта суеверий всевозможных? Господь говорит, я вас вывел оттуда. От чего еще, Виктор Михайлович? От атеизма. От атеизма, да? Безбожия. Итак, мы с вами, эта заповедь указывает на автора закона. Кто вывел только тому, мы можем и должны поклоняться. Логично это получается. Если Бог говорит, я вывел вас, и да не будет у вас других богов, то значит Бог может называться Богом только тот, кто вывел. А кто же вывел? Мы давайте ответим на этот вопрос. Определим, кто вывел. Итак, Ветхий Завет. Интересно отметить, я когда начал искать в поисковой системе, который вывел тебя. Ну вот в заповеди говорится, я Господь Бог твой, который вывел тебя. Я забил эти тексты, который вывел тебя, эти слова. И в поисковой системе, смотрите, что я нашел. Первый стих. Бытие, 15 глава, 7 стих. И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из ура халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Кому это говорится? Авраам. Вы помните, да? Ну, похожи слова вообще на то, что было там. Вывел тебя из земли египетской. Здесь говорится, вывел тебя из ура халдейского. О, это наводит на определенные мысли для размышления. Может, Бог и меня откуда-то выведет? Может быть, Бог и меня выводит для того, чтобы я что-то получил или что-то потерял? Давайте обратим внимание, для чего вывел Бог его? Чтобы лишить его чего-то или что-то дать ему? Ну, конечно, я не такой ответ рассчитывал. Видите, очень тяжело быть. Да. Ну, смотрите. Который вывел тебя из ура, чтобы дать тебе землю. Дать. Ну, вот, слово дать. Это значит... Он говорит, не для того, чтобы лишить тебя, а дать тебе. Не-не-не, мы сейчас говорим не про рабство. Мы говорим сейчас про Авраама, да? Что Авраама, непосредственно, вот история с Авраамом. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что вот в этих историях раскрывается глубина первой заповеди. Бог выводит Авраама из ура халдейского и говорит, я для того, чтобы дать тебе землю во владение. Некоторые люди не хотят выходить из зоны комфорта. Вы любите выйти из зоны комфорта? Вот зона комфорта, например, какие-то условия. Да, вы где-то живете в какой-то квартирке или в каком-то домике или в какой-то вообще жите где-то. Вы там все устроили, устроили. В какой-то момент вас выгоняют, чтобы вы жили где-то в худших условиях. Вам от этого будет приятно или некомфортно? Некомфортно. Да, людям как-то неприятно. Что вы говорите, Виктор Николаевич? Любителям приключений. А, любителям приключений может быть приятно. Ну, это будет приключение до первой грозы, пока все не затопит где-то на улице. Я слышал такую историю, что одни люди приехали в Сочи пожить, чтобы сэкономить денег на квартиру. Они в палатке жили. И жили там где-то в горах в палатке, а на сэкономленные деньги купили себе велосипеды. Ну, вот такие вот логичные такие поведения. Сейчас просто холодно стало, и теперь уже им приключений не хочется. И они готовы дальше искать что-то лучшее. Ну, вот сама идея, да. Что зона комфорта, в которой мы находимся, иногда Бог призывает нас выйти из нее. Призывает нас для того, чтобы мы потеряли или приобрели. Мы приобрели, друзья. Все эти истории учат нас, что Бог предоставляет нам, или, правильно сказать, приглашает нас выйти для того, чтобы получить что-то. Это очень интересно. Давайте с вами еще поразмышляем. Еще одна история. Следующая, которая прямо вот в поисковой системе. Следующая история вышла. И как он медлил, то мужики по милости к нему Господни взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели и поставили его вне города. О ком речь идет? О лоте. Вы помните историю лота? Вывели его. Бог вывел его. И для чего? Для чего вывел его? Лишить его жизнь или сохранить его жизнь? Обратите внимание, опять Бог выводит для какого-то положительного действия для этого человека. Бог благословляет его, он дает ему лучшее что-то. А если бы он его не вывел, что бы с ним произошло? Он бы сразу погиб. Но Господь предусмотрел нечто лучшее. Он его выводит. Еще одна история. Ветхий Завет, история, исход записана, 13 глава. И сказал Моисей народу, помни сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь от Толи. И не ешьте квасного сегодня, выходите вы, выходите вы в месяце Авиве. И когда выведет тебя Господь в землю, когда ведет тебя Господь в землю Хананеев, Ихитеев, Амареев и Евеев и Евусеев, о которых клялся он от сам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение всем месяце. Итак, для чего вывел он? Чтобы лишить или чтобы дать? Обратите внимание, что выводит он их из рабства. Кто такие рабы? Нам сложно даже представить, что такое рабство. Вы представляете, когда вы не имеете никаких прав, и вы должны только выполнять указания, и вас могут лишить жизни, вас могут покалечить, что, собственно говоря, и происходило. И здесь, получается, люди, они были, это такая, как кастовость определенная, да, каста, нижний слой людей, которые ничего не могут, они не могут рассчитывать на какое-то перспективы. А Бог говорит, я сделаю вас свободными. Я дам вам землю обетованную, где течет молоко и мед. А что значит молоко и мед? Какое молоко? Коровье, козье? Может, соевое, да? Да. Это символизирует благополучие человека, его успех, благословение, все полезное для него. И так оно выражалось, да, вы помните, это было такое еще, киселевые берега, молочные реки, киселевые берега, ну, это в русских сказках, да, так описано. То есть, это такое прямо там, что это счастливая страна какая-то. Так вот, Бог говорит, я вас выведу и дам вам. Но для того, чтобы дать нам, Он нас должен вывести, друзья. Я не такой, подведя итог этому размышлению короткому, да. Да, многие считают, что если Бог их выводит из их родного дома для полного служения Ему, то это их ограничит. Но Слово Божие показывает, что это Бог делает, чтобы благословить и приумножить. Я хочу, друзья, чтобы вы поразмышляли. Может быть, кто-то из вас, кто смотрит нас сегодня, еще пока находится в том месте, откуда Бог призывает выйти на служение, на полное служение Ему. Но люди боятся сделать такие веры, потому что, если они пойдут, а вдруг будет не так комфортно, а вдруг я не смогу обеспечить свою семью, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Но Господь говорит, я выведу тебя, я дам тебе успех. И я, друзья, хочу призвать вас, задать вопросы Богу. Господи, не хочешь ли ты меня куда-то вывезти? Может, пришло время для меня эту заповедь реализовать сегодня, чтобы я вышел и последовал за тобой, куда ты меня поведешь? Для того, чтобы исполнить твой прекрасный замысел обо мне. А когда исполняется прекрасный замысел Божий о человеке, то его жизнь становится прекраснее. Итак, переходим дальше. В Новом Завете. В Новом Завете тоже говорится о той личности, которая вывела людей из земли египетской, из дома рабства. И вот как это описывается Первым Коринфянам, 10 глава, с 5 по 9 стих. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Итак, обратите внимание, от чего они погибли, почему они погибли? Они искушали кого? Христа. Здесь говорится о том, кто же вывел из Египта. Иисус Христос. Он их вел, они его искушали, и поэтому погибли. И мы понимаем, что Слово Божье, оно однозначно утверждает, кто же есть Бог. Бог есть Иисус Христос, Творец наш, который дал нам жизнь, и который дал закон. Он израильскому народу, и который вел их по пустыне, и которого они искушали. И когда они искушали, что произошло с ними? Они погибли. Друзья, это предостережение для нас. И Ветхий Новый Завет указывает на то, что есть Творец, который ведет человека, который выводит его, и который дает закон. Так что значит других богов? Мы с вами уже сейчас скоро заканчиваем. Что значит других богов? Как понять, не стал ли я поклоняться вместо Бога другим богам? Может такое быть, что сегодня Володя Оленин поклоняется другому богу какому-то, будущим христианам? Или Виталик Пилипенко, верующий человек, который старается вроде бы жить с Богом, но при этом вдруг он начал поклоняться другим богам. Могут ли быть другие боги в нашей жизни? Конечно, они есть. А что значит они есть? Так уверенно про меня сказал, что так оно и есть. А, не про меня вообще. Хорошо. А то я говорю, может ли так быть, что Виталик, он говорит, так оно и есть. Я ждал, пока ты спросишь, чтобы в прямом эфире выложить все, что я помню про тебя. Да, у каждого из нас что-то может быть. Ему, может быть, Дух Святой подскажет нам. Я хочу, чтобы мы сейчас разобрали это более детально. Сам Иисус Христос, Он говорит об этих идолах, друзья. И давайте мы с вами разберем это. Очень такие, знаете, яркие тексты, которые, может быть, вызывают у человека противоречивые мнения. Или противоречия в голове у него. Так, подождите, что я не должен любить отца или мать? Или что я не должен любить своих детей? Или, может быть, я не должен... Что здесь еще написано? Ну да, дочь или сын, а потом дальше не берет крест свой. Так что же получается? Я должен как-то любить. И некоторые люди, вы слышали такое выражение? Он говорит, что если в Царстве Божьем не будет моего мужа, то лучше мне не нужно такое Царствие Божье. А кто-то говорил, если не будет моего сына или моей дочери, то мне не нужно такое Царствие Божье. Слышали такие выражения? Я тоже слышал. Или не будет кота, вот Данил Петрович подскажет. Кота-барсика, если не будет Царствия Божьего, то не нужно мне такое Царствие Божьем. Я вам скажу, что люди очень сильно расценивают, знаете как, размениваются. В мелочи могут размениваться. Но почему так получается? Почему Христос об этом говорит? И давайте мы вот сейчас прямо по пунктам разберем. Если я люблю кого-то больше Бога и пытаюсь ему угодить в ущерб Богу, то я служу не Богу, а другому, в кавычках, Богу. Вы понимаете? О чем говорит Господь? Хочет ли Он, чтобы мы любили своих родителей? Да, об этом говорит Пятая Заповедь. Мы должны любить и почитать их. Должен ли я любить свою жену? Да, об этом говорит Седьмая Заповедь в том числе. Я должен любить ее, беречь ее, никогда ее не изменять. Но при этом, если я возведу ее на уровень выше Бога, и если я буду прислушиваться к ее мнению больше, чем к мнению Бога, который будет противоречить друг другу, то тогда я вставлю ее на место Бога. И вот здесь очень важно подметить, что это может происходить жене, мужу, родителям, детям, начальникам и так далее. В угоду, правительству, неважно, друзья. Если законы государства противоречат закону Божьему, и я повинуюсь законам государства в ущерб закону Божьему, то я тем самым избрал себе нового Бога. Если мой сын или моя дочь, они противоречат Слову Божьему, и я иду на поводу у них, следуя и делая то, что противоречит мнению Господа, то они стали моими идолами. И я, друзья, скажу, что эта тема, она сегодня очень актуальна, потому что кто-то может поклоняться телевидению, кто-то может поклоняться программам компьютерным, играм каким-то, кто-то может поклоняться классике, еще чему-то. То есть мы можем найти что-то, что будет подменять мнение Бога. И если мы со своей стороны слушаем то, что говорит Слово Божье, ну вот это очень яркая иллюстрация Адама и Ева, точнее Ева и, давайте, да, вот разберем Ева и змей. Вот представьте эту историю, да. Бог говорит, в день, в который вкусишь, в смерти умрешь, не прикасайся к нему. А сатана говорит, прикасайся, не умрешь. Ева стоит и думает, и как же мне теперь поступить? Она посмотрела на этот плод, смотрит этот змей там вокруг этого плода, и ничего, прикоснулся, не умер. И он еще, может быть, и откусывал его там, я не знаю, история не описывает это, да. Но он, может быть, доказывал, что ничего плохого в этом нет. Она берет этот плод, она его откусывает. Смотри, не умерла. И она идет и Адаму приносит. Адам смотрит на нее с этим плодом, понимает, что она сделала, он понял это все. Но он ее так любил, что он берет этот плод и тоже вкушает его. У него сомнения есть в Слове Божьем. Кто для Адама стал идолом? Кто стал другим Богом? Ева. Она стала его другим Богом. Для Евы стал другим идолом, стал сатана, который был вот в этом змее, которому она больше поверила. И получается, что если я сегодня кому-то верю больше, чем Богу, то он и является для меня идолом. И если я кого-то слушаю больше, чем Бога, то он и является для меня лже-богом, о котором предостерегает нас Господь. Идем дальше. Если я не следую за Христом, взяв свой крест, посвятив всю свою жизнь, свои таланты для полного служения Богу, чтобы делать то, что он мне поручил, быть там, где он меня хочет видеть, то я служу другому Богу, маммоне или комфорту какому-то на этой земле. Я скажу, друзья, что может быть неприятно это слышать, но так оно есть. Что если Бог призывает свою церковь, и Он говорит, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, поручает это каждому верующему человеку на планете Земля, а я этим не занимаюсь, то я, значит, избрал себе другого Бога. Знаете, очень много талантливых людей есть, которые верующие люди, и они используют свои таланты для достижения карьерного роста. Я был таким тоже талантливым человеком в свое время. Когда я понимал, что Бог дал мне красноречие, а Он мне дал остроумие, и я это использовал для бизнеса, и я зарабатывал хорошие деньги, большие деньги, я понимал, какой успешный парень. Но в какой-то момент Господь мне дал понять, что у Него есть обо мне планы, чтобы я использовал все свои таланты, все красноречие, которые Он мне дал для спасения погибающих людей. Я вам скажу, иногда мы недооцениваем себя. Кто-то думает наоборот, что он может быть... Нет, не то, что я такой прям уверенный, что я такой красноречивый парень был. Нет, но какой-то талант был у меня. Я был менеджером по продажам, был директором лизинговой компании, был директором предпринимателем. У меня своя компания была, не одна. У меня были индивидуальные предприниматели, в подчинении сотрудники какие-то были. То на каждом уровне я понимал, что Бог дает мне таланты определенные. Но для чего я их использую, эти таланты? Избрал ли я быть верным Божьим инструментом? Или я понимаю, что эти все таланты нужны мне для моего обогащения? А я Богу буду возвращать десятину, а может быть даже две десятины, а может быть даже три десятины. Но я буду как бы откупаться, чтобы полностью не посвятить себя на служение Христу. Друзья, знаете, может быть, сегодня вы еще не задумывались об этом. Но пришло время задуматься. Я хочу напомнить еще раз вот этот стих, о котором мы говорили еще раз. Давайте мы перелеснем его. Что сказал Христос? Кто любит отца или мать, больше ли, нежели меня, не достоин меня. Кто любит сын или дочь, более нежели меня, не достоин меня. Кто не берет креста своего и не следует за мною, тот не достоин меня. Крест нужно взять. И этот крест, он не тяжел. Иго мое благо и бремя мое легко, говорит Господь. Научитесь от меня, ибо кроток и смирен сердцем, и получите, как там написано, и обретете покой душам вашим. Вот это вот то, что Божий план, чтобы мы могли обрести вот этот покой душам нашим, чтобы мы исполнили это поручение, оно легко, потому что не мы будем нести этот крест на самом деле, а Христос будет нам помогать его нести. Следуя за Христом, мы будем успешными и счастливыми людьми, друзья. Мы уже завершаем. Мы с вами вот здесь, да, слова, завершающие как раз из этого стиха. Сберегающий свою жизнь, думая о своем благополучии, а не о благополучии дела Божьего, потеряет жизнь для вечности. Так получается, друзья. Если сегодня вы держитесь за эту жизнь, если вы сегодня не готовы посвятить себя и следовать за Христом, куда он вас не ведет, то значит вы избрали себе других богов. Вы для себя придумали какое-то лучшее решение, но Бог всегда предлагает лучшее. Пусть вот эти все истории про Авраама, про Лота, когда Бог спасал его, да, про израильский народ, который Бог вывел из рабства и привел их в благополучие. Пусть это будет иллюстрацией для вашей жизни, друзья. Размышляйте об этом. Что если Бог сегодня вас призывает на служение, а когда выходить, как не сейчас? Когда выходить, как не сейчас, в то время, когда должна провозглашаться трехангельская весть по всему миру? Когда Бог говорит, жат, вы много делаете или мало? Чего мы еще ждем, друзья? Неужели мы не убеждены с вами, что мы живем в последние дни человечества? Когда можно еще спасти кого-то, либо же еще пожить для себя попробовать, но потеряно будет время, о котором мы будем жалеть всю вечность. Я хочу завершить наше размышление о первой заповеди текстом из Патриархии Пророки. Элена Уайт, она так описывает эту заповедь. «Да не будь у тебя других богов пред лицом моим, и Егова вечный, сущий от начала, несотворенный, но сам являющийся источником жизни и создателем всего. Один достоин самого высокого почтения и поклонения. Человеку запрещается ставить какой-либо другой предмет на первое место в своих чувствах или служении. Когда мы лелеем в сердце то, что ослабляет нашу любовь к Богу или мешает служить Ему, то тем самым мы создаем другого Бога». Дорогие друзья, эта тема сегодня для меня, это сегодня тема для каждого из нас. Нам стоит размышлять о том, что не уклонились ли мы от исполнения заповедей Божьих. Может быть так произошло, что сегодня вы почувствовали, что на самом деле вы где-то уклоняетесь, где-то вы не верны Господу, где-то вы стали человеком, который хромает на оба колена. И вроде бы с Богом, но при этом и не посвятил свою жизнь полностью Богу. Вроде бы и с Богом, но при этом и не готов следовать за Христом, куда бы ни он. Вроде бы и с Богом, но готов больше угождать жене, семье, мужу, начальнику, правительству в угоду, противоречащую Слову Божьему. Пришло время, друзья, покаяться. Раскаяться в этом я призываю вас к этому, что вы могли, сейчас, когда мы склоним колени, каждый мог обратиться к Господу в молитве, чтобы перепосвятить себя Господу, потому что Он, Творец Вселенной, мне очень нравится, я хочу прочитать еще раз это первое предложение, Иегова, вечный, сущий от начала, несотворенный, но сам являющийся источником жизни и создателем всего, один достоин самого высокого почитания и поклонения. Друзья, давайте будем верны этому прекрасному, любящему Богу, который один достоин этого. И сейчас, когда у нас будет молитва, тихая молитва, я закончу словами благословения, чтобы каждый мог обратиться к Богу в исповедании и своих грехов, можно быть, и в исповедании своей веры и в решении перепосвятить себя Христу. Аминь. Давайте склонимся. Отец наш Небесный, Господь и Бог, наш Творец неба и земли, Господи Божий наш, Ты дал закон Твой, который очень прост, и при этом настолько он величествен, Господи, и настолько он хочет возвеличить Тебя, Божия, и возвеличить самого человека, которого Ты сотворил по образу и подобию Божьему. И те люди, которые будут царственным священством, Ты дал законы, чтобы сделать из нас народ особенный, святой, избранный. Господи, каждый из нас решает, кому служить. Служить Тебе, нашему Господу, или служить себе, в угоду себе. Сейчас у нас есть момент, Боже, я бы хотел, чтобы у нас была тихая молитва, когда каждый может обратиться к Тебе. Молитву я потом закончу словами благословения. Дорогой Отец Небесный, спасибо, что Ты любишь нас, спасибо, что Ты нашел нас в этом мире, спасибо, что Ты приготовил для нас великое будущее. И Твой закон, он освобождает нас от всяких зависимостей. И он указывает нам на законы жизни, которые позволят нам обрести счастье на этой земле и всю вечность славе Тебе и радоваться жизни. Радоваться тому, что мы покорились Твоему прекрасному приглашению, следовать за Тобой, куда бы Ты ни вел. Я прошу Тебя за моих братьев и сестер по всему миру, чтобы каждый слышал Твой голос, призыв, следовать за Тобой и служить Тебе полностью. Сделай этот шаг веры во славу Твою. Господь, дорогой, благослови нас, сохрани нас, защити нас, будь прославлен в жизни каждого из нас. Молитва имя Иисуса Христа. Аминь.